Открытый телеканал представляет Как известно, американские университеты сотрясают антиизраильские демонстрации. Не любят нас в американских университетах, причем в очень крутых. Нью-Йоркский, Ельский, Колумбийский, Гарвард, Калифорнийский университет, Беркли, Массачусетский технологический институт, Мичиганский университет и так далее, и так далее, и так далее. То есть в богатых таких университетах, где учатся неглупые студенты, небедные, думающие и так далее, процветает вот это вот, знаете, такое антиизраильское настроение, это раз, но в то же время вот то же, что было все века, обвинения такие странные, во всем, в чем хотите. Вот как это согласуется с умом, с развитостью, с интеллигентностью, не знаю, вот скажите мне, пожалуйста, для начала. Это согласуется очень просто, потому что это совершенно не зависит от этого. Могут быть очень серьезные, воспитанные, умные, всесторонно развитые люди. Так. И в то же время относительно Израиля, евреев, они... Будут повторять самые страшные домыслы такие, самые нелепые домыслы, да? Обязательно. И будут повторять, да? Будут повторять. Проказы, колодцы, всякие отравляющие. Да. Что? Вот вы можете мне объяснить, вот что? Это же нелепые обвинения, как согласуются с умом человека, с разумом. Они не находятся в этой же области, что и разум. Да? Конечно. Это совершенно включаются сразу же в совершенно другие центры. И человек начинает переходить совершенно на другой ум. И начинает слушать и верить в то, что ему говорят. Теперь вопрос мой такой. В основном эти университеты, спонсоры их, в большинстве своем евреи, еврейские организации. Вот тут тоже я хочу спросить о разуме. Это, в принципе, и руководители этих университетов, и студенты понимают, что, я не знаю, что у них не будет стипендий, например. Перестанут евреи поддерживать эти университеты. Не будет зарплаты у преподавателей и так далее. То есть, вот тут тоже что происходит с разумом? То есть, я руку дающую, я как бы ее, знаете... Нет. Я не думаю, что они так уж боятся, что перестанут платить эти доноры. Да? Хотя они вот, они требуют, чтобы все, кто связан с Израилем, мы от них не хотим получать никаких пожертвований. Вот они что говорят. Желают себя очистить. Очистить? Да. А это выше, да? Это выше денег, выше всего. Они думают, что этот призыв подействует на тех людей, которые все-таки доноры. Так. И они будут давать даже еще больше, показывая, что они относятся к другому типу людей. Вы сейчас даже намекаете о евреях? Да, о евреях, конечно. То есть, евреи будут давать на антиизраильскую пропаганду? Конечно. 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 А здесь где логика? Мы сейчас все время вокруг этого крутимся, что здесь тоже нет никакой логики. Не нужна никакая логика. То есть, что я, в чем я себя обеляю? Я продолжаю платить сюда, в Гавровский университет, допустим. Я еврей. Да. Да? Я продолжаю платить. Да. Почему? Они, не знаю... Ты считаешь, что это хороший университет, и он выпускает хороших специалистов, и ты за плюрализм? Понятно. То есть, я за демократию, свободу и так далее? Да. Хорошо. Теперь вот скажите мне, пожалуйста, я еврей, да? Я учусь в этом университете. Да. Здесь вокруг меня просто все в плакатах, в требованиях уничтожения Израиля. А тебя это не касается. Ты ходишь с высоко поднятым носом и не замечаешь, как бы, этих плакатов. Это вот я студент еврейский? Да. Да? Да. Ну, это хороший случай такой, да? То есть, я иду, и я по-прежнему себя евреем ощущаю, да? И я иду... Не знаю, как ты ощущаешь себя евреем. Даже если ты ощущаешь себя евреем, то ты должен показать, в чем ты согласен, и в чем ты не согласен с евреями. То есть, я даже могу к ним примкнуть, да? Да, конечно. Еще как. Вот вы мне скажите, есть такая связь? Если я продолжаю учиться в этом университете, значит, я поддерживаю всю эту антиизраильскую возню? Нет. Нет. Не обязательно. Не обязательно. Но я продолжаю учиться в нем. Да. Это правильно? Или мне надо в знак протеста выйти из этого университета? Тут уже ты меня спрашиваешь совсем о других вещах. Да, это другая область. Да. Ну, вот я спрашиваю вас. Как вообще бы, хорошо бы поступить? Я считаю, что в таких университетах евреям нельзя находиться. Они получают такое направление ненависти, которое вынудит их отказаться от еврейства. Понятно. Тогда вы скажите, как вы считаете, спонсоры еврейские должны соскочить с этих университетов? Конечно. Как Израиль должен с этим бороться? Как вы считаете? Израиль, не думаю, что он может бороться с этим. Это просто полоса такая. Я надеюсь, что когда-нибудь она пройдет. Хотя это еще неизвестно когда. Но если евреи начнут с этого дела выходить, то остальные почувствуют на своем кошельке, на поддержке, на всем. То есть вы считаете, что вот это материальное, что ты на кошельке почувствуешь, на своих зарплатах почувствуешь, на том, что беднеет университет, то у тебя начнут мозги шевелиться, вы считаете? Ну, конечно. То есть, в принципе, вы по-хорошему, с таким внутренним своим призывом, евреи должны выходить из таких университетов, как спонсоры, так и студенты? Да. Не поддерживать их ни в чем? Нет, ни в чем.